всем привет с вами снова и добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств всех с прошедшими праздниками с новым годом с рождеством наверняка многие из вас получили очень много классных замечательных подарков от родных близких любимых вот и мой ребенок тоже получил некоторое количество наличных от бабушек дедушек теть дядь и так далее ну было принято решение что вместо того чтобы дарить что-то маленькое но они подарят какую-то небольшую сумму денег чтобы ребенок мог самостоятельно сделать себе некий большой подарок мы естественно как родители подарили все-таки ему хороший большой новогодний подарок но все остальные скажем так просто сбросились деньгами мне кажется это правильно ничего плохого в этом нет ну и вот собственно говоря встал вопрос у ребенка дело в том что некоторое время назад он неаккуратно уронил телефон свой мы думали приобрести ему какой-нибудь совсем простенький кнопочный телефончик потому что в школе сейчас ну скажем так не очень хорошо относится к тому что у детворы куча разных смартфонов но он все-таки решил вот приобрести хоть и простой хоть и недорогой но все-таки смартфон чтобы у него была возможность установки там каких-то дополнительных скажем так программ встал вопрос он накопил некоторую сумму денег которые на момент скажем так пред новогодний составила порядка четыре с половиной тысячи рублей долго думали смотрели сумма была четко определена поэтому я прекрасно понимаю что сейчас начнется очень много комментариев да зачем ты это купил добавил бы тысячу добавил бы полторы ну друзьям можно и 5 добавить и 10 и так далее да вот была четкая сумма четыре с половиной тысячи рублей собственно говоря что он выбрал почитав обзоры посмотрев он выбрал телефончик от компании zte телефон он не самый новый насколько я знаю вышел он еще в семнадцатом году это zte blade a520 недорогой бюджетный как раз таки мы уложили в бюджет приобрели его за четыре с половиной тысячи рублей в интернете если посмотреть в среднем он стоит порядка 4 800-5 тысяч рублей в некоторых сетях даже за 6 есть но мы нашли за четыре с половиной тысячи рублей и собственно говоря приобрели телефончик такой вот не очень скажем так навороченный относительно бюджетный но в то же самое время за четыре с половиной тысячи рублей мы получили телефон с двумя гигами оперативки и 16 гигами встроенной памяти на самом деле если поискать и посмотреть не так много телефонов за эти деньги предложат вам подобную начинку давайте без лишних слов уже опустимся вниз на рабочий стол где посмотрим на этот телефончик поставляется телефончик вот в такой вот белый плотный картонной коробочки давайте вскроем его и достанем содержимое здесь такая двухэтажная внутренняя коробочка в верхнем ярусе у нас аккумуляторная батарея на 2400 миллиампер шнурочек micro usb для зарядки синхронизации так аккумулятор мы оставим здесь у нас зарядное устройство на 1000 миллиампер ну учитывая аккумулятор 2400 в принципе нормально хотя могли бы и двухамперную зарядочку положить сам телефон ну и здесь еще есть некая макулатура в виде руководства пользователя и гарантийного талона зарядку и шнурочек мы пока убираем так же как и вот этот вот второй ярус и давайте посмотрим на сам телефон как уже сказал чем он нас и льстил скажем так перед тем как мы его приобрели это наличием 2 гигов оперативки и 16 гигов внутренней памяти на самом деле за эти деньги ну практически наверное уже и не найдешь вариантов где подобная комбинация встречалась процессор здесь не самый мощный не самый новый но вполне себе бодренький бюджетной 67 37 мтк который в принципе позволит вам пользоваться телефончиком использовать каждодневные разные софтинки и возможно даже немножко немножко поиграться в не очень требовательные игры без аккумулятора телефон ну практически невесомый ну вообще ничего не весит он естественно целиком и полностью пластиковый по техническим характеристикам вместе с батареей масса телефона должна составлять 130 грамм значит с правой стороны мы видим качельку регулировки громкости и кнопку включения выключения с левой стороны у нас ничего снизу micro usb для зарядки синхронизации отверстие микрофон чека на тыльной стороне у нас две прорези под динамики но подозреваю что все-таки динамики здесь не стерео а моно камера с одиночной вспышкой на 8 мегапикселей и фронтальная камера у нас также 8 мегапикселей на борту здесь у нас указано что стоит android 70 не знаю получит ли он обновление у нас до восьмерки или нет ну и плюс здесь hd экран 5 дюймов то есть это полноценный hd не обрезанный какой-нибудь 854 там на 600 или 940 вернее 960 на 540 здесь полноценный 1280 на 720 что в принципе опять таки для телефона за четыре с половиной тысячи рублей очень даже и неплохо ну что вот такой вот он золотистый корпус не вычурно золотой ну такой вот скажем так я бы сказал даже ближе серебристо золотистый очень приятный матовый пластик такой слегка soft touch отпечатки пальцев оставаться не будут и я думаю что он в принципе относительно износа стойкий будет не смог сожалению найти у нас чехлов и пленок никаких ну телефон не самый популярный уже не такой новый поэтому скорее всего закажем где-нибудь на алиэкспрессе что не такое недорогое вот ну что ж предлагаю все таки уже наверное включить телефончик сделать первое включение здесь кстати крышечка у нас съемная таким вот образом открывается и что приятно что приятно что не так часто сейчас встретишь в телефончиках здесь у нас полноценные два слота под сим-карты и под sd-шку это прям таки огромный плюс и лайк от меня потому что сейчас все больше встречаются комбинированные лоточки и приходится выбирать либо одна симка и издишка либо две симки без издишки и когда у вас в телефоне встроенной памяти 64 гига ну может даже 32 можно как-то в принципе обойтись наверное без издишки но когда мы говорим о 16 и хочется все-таки и мультики какие-то посмотрите музыку послушать здесь все-таки придется использовать издишку поэтому из старого телефончика сюда на 64 гига у нас карточка перекочует опять же таки фото видео снимать нужно памяти конечно побольше а 16 гигов внутренний будет использоваться под установку софта ну что друзья давайте уже ставим аккумулятор проверим заряжен ли телефон потому что на коробочке написано что он производства 17 года поэтому вполне возможно что прежде чем записывать вторую часть мне придется его зарядить давайте нажмем на кнопку включения да нет слышу я жужжание виброзвоночка и телефон включается что друзья я произвел первое включение и на первый взгляд можно сказать что экранчик ну довольно неплохой понятное дело что до флагманов и даже до телефонов среднего ценового диапазона ему по экрану далековато но как для бюджетников вполне себе неплохая IPS матрица никакой инверсии нету углы естественно у нас максимальные все видно прекрасно я не знаю что за покрытие на экране такое впечатление что стекло но наверное не горилла глаз по крайней мере никакой олеофобки я не ощущаю палец не очень хорошо скользит по экрану понятное дело что какого-то особого дискомфорта это не доставляет но то что экранчик будет собирать отпечатки пальцев это факт сейчас яркость у нас выкручена на максимум и в принципе ее более чем достаточно я думаю что для помещения можно будет вставить где-то 20 там 30 процентов яркости вполне себе достаточно максимальной яркости я думаю что даже в солнечный день на улице будет достаточно для того чтобы экран не выцветал здесь предустановлены все сервисы google это естественно телефончик у нас белый куплен официально но также и представлены сервисы яндекс здесь вот у нас поиск яндекс какие-то дополнительные надстройки куча мусора цент центр z-game какой-то аку и везер юс юси браузер буктач ну короче довольно много программ которые здесь установлены и которые нужно будет однозначно вычищать быстренько сделал я antutu benchmark запустил его и собственно говоря здесь никаких откровений 35000 попугайчиков для скажем так данного типа устройства это вполне себе нормальный результат единственное что некорректно здесь отображается тип процессора здесь указан 6735 хотя на самом деле здесь установлен мтк 6737 android установлен у нас 32 битный несмотря на то что сам процессор 64 бита 4 ядра и работает на частоте до 1250 мегагерц малит и 720 у нас здесь отвечает за графику ну скажем так вполне себе средненькое графическое решение которое позволит поиграть вам в казуалке ну и как уже говорилось 5 дюймов 1280 на 720 у нас экранчик и пи пи у нас 320 что вполне себе хорошо никаких пикселей естественно мы не видим обе камеры у нас на 8 мегапикселей и батарейка на 2400 миллиампер разрешается она довольно таки быстро вот сейчас буквально наверное минут 20-25 я пользуюсь телефоном сделала benchmark установил буквально несколько программ и когда его включил было 52 процента сейчас уже 42 то есть 2 400 миллиампер у вас если вы будете пользоваться активно телефончиком будет хватать дай бог на световой день ну а в принципе если пользоваться им как звонилкой и время от времени используется каким-то дополнительным функциями я думаю что на полтора два дня будет вам заряда хватать потому что процессор здесь не самый мощный стоит да и кранчик 5 дюймов они лопаточные пять с половиной или шесть дюймов которым мы уже привыкли давайте послушаем громкость звоночка звук рингтон так мелодии очень звонкий динамик очень громкий но при этом с обрезанными частотами то есть низких высоких частот практически нету слышим мы серединку но при этом он довольно таки громкий и это хорошо так давайте теперь сделаем несколько кадров посмотрим как у нас фотоаппарат ну понятное дело что никаких откровений я не жду 8 мега мегапикселей очень бюджетная матрица поэтому что получится как говорится то получится темновато и давайте сделаем такую вот такой вот кадр но со вспышечкой сделаем в клуб так так замечательно и давайте посмотрим что у нас получилось кадр со вспышкой фокусировался на красненькую машинку и собственно говоря она в фокусе но вот к смурфику уже идет небольшой раз фокус но в принципе учитывая то что фокусировался я на нижний левый угол правый у нас верхний получается ну не совсем фокусе это нормально здесь у нас без вспышки шумов не наблюдаю но и сказать что очень хорошо у нас здесь с детализацией я тоже не могу средняя детализация и довольно таки при приближении видно что смазанный немножко кадр но опять таки учитывая искусственное освещение от лампы и съемку с рук это в принципе простительно значит еще один кадр здесь получше значит с точки зрения резкости все гораздо лучше чем на предыдущей фотографии но детализация тоже немножко у нас хромает ну и еще один кадр здесь почему-то у нас полуползала немного шумов видимо более яркая картинка и вот цветовой шум явственно я вижу ну и плюс конечно кадр немножко не в фокусе получился но опять-таки повторюсь камера 8 мегапикселей телефон за четыре с половиной тысячи рублей для на такой ценовой группы для телефона такой стоимости вполне себе неплохо снимает единственное хотел проверить так видео так настройки качество видео 720p то есть full hd к сожалению он не снимает максимально 720p но здесь это ограничение собственно говоря процессора 6737 ну и собственно говоря давайте проверим игрушку установил я real drift одна из моих самых любимых игрушек наравне scar x drift установил ни на что не надеюсь потому что в принципе игрушка требует довольно таки мощного железа и давайте посмотрим справится ли телефончик с этой игрушкой ну вот на начальном экране вроде бы особо сильных тормозов нету но не все так гладко и плавно я думаю что порядка двадцати пяти тридцати кадров сейчас мы наблюдаем давайте нажмем quick race и быстренько запустим одну из трасс чтобы посмотреть как собственно говоря в гонке установки графики я не менял то есть я загрузил игру и те настройки которые были те и остались ну вот собственно говоря я наблюдаю что картинка не настолько плавная насколько хотелось бы она конечно не фризит и не лагает но честно говоря мы видим наверно порядка двадцати двадцати пяти кадров сейчас то есть можно сейчас попробовать поиграться с настройками графики давайте посмотрим опции графика так что здесь можно отключить у нас так hd текстур авто quality но можно попробовать отключить hd текстурки давайте посмотрим ну собственно говоря стала пободрее знаете реально прибавилось с десяток fps точно то и 15 ну то есть в принципе запросто можно даже такую навороченную достаточно 3d игрушку поиграться на телефоне без всяких проблем немножко буквально подкрутить графику и собственно говоря все прекрасно работает ну что друзья вот таким вот образом получился у нас обзор и распаковка все в одном довольно неплохое устройство легенький достаточно понятное дело что по мощности не самое мощное устройство но опять же что вы хотели за четыре с половиной тысячи рублей наверное аккумулятор хотелось бы побольше хотя бы 3000 миллиампер но это все таки я уже привередничаю ребята за 4000 ну четыре с половиной довольно неплохое устройство 2 гига оперативки 16 встроенной памяти неплохая камера по крайней мере вот в помещении получаются неплохие снимки на четверочку я думаю что на улице можно получить вполне себе сносный годный результат поэтому я думаю что ребенок будет вполне себе счастлив и доволен и за четыре с половиной тысячи рублей вы получаете вполне годные устройства даже для 2019 года ну что друзья с вами был айс надеюсь обзор вам понравился подписывайтесь ставьте лайк всем пока